здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчики случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь сегодня я вам расскажу про удивительного зверька шиншилл естественно реал обитание которого пустынное высокогорье ант в чили перу боливии и аргентине шиншилла быстро становится любимцев семьи но ухаживать за ней необходимо взрослому человеку они ребенку очень мягкая шерсть и миролюбивый характер этого зверька не оставляет равнодушным никого однако содержание шиншиллы отличается от содержания морской свинки крысы или хомяка особые условия необходимы шиншилле связаны с условиями жизни зверяков в природе вообще шиншилл находится в отдельном от грызунов семействе семейство шиншилловы мне всего два вида короткохвостые и длиннохвостые шиншиллы более того этот зверек относится дико бразообразные в условиях живой природы шиншиллы днем спят это самое жаркое время а вот ночью бодрствует когда температура в горах сильно падает густая теплая шерсть помогает шиншилле легко переносить перепады температур более того шерсть этих животных считается самой плотной шерстью только представьте себе из каждой волосяной луковицы растет не один волосок а 60 и даже до 70 благодаря этому в шерсти шиншиллу не заводится паразиты как у других пушистых зверьков зверьков а вот для очищения своей густой шерсти для своего меха шиншилла купается вулканической пыли или пепли в домашних условиях шиншиллы принимают ванны из песка и как правило в такой песочной ванне используют тальк но вулканическую пыль можно встретить зоомагазинах сегодня и это не исключено на этом мы остановимся ниже еще одной интересной особенностью является отсутствие плотовых желез по этой причине шиншиллы очень плохо переносит жару больше 25 градусов максимум это их не максимум при котором шиншилле не грозит тепловой удар оптимальная температура около 18 градусов кормление шиншилл очень важный момент содержания этих животных основным кормом домашних условиях является твердые травяные гранулы такой корм подай продается в каждом зоомагазине его используют не только для шиншилл но и для кроликов и морских свинок учтите то зачастую продаются кормовые смеси в которых данные гранулы стоят не на первом месте так быть не должно и за этим необходимо строго следить но как бы вы не кормили шиншиллу гранулами необходимо давать и сена удобнее всего насыпать корм в керамическую мисочку так как она достаточно тяжелой и шиншилле не легко будет перевернуть только если сильно постарается конечно же стена закладывается в сеницу к основному корму добавляют разные вещи такие как высушенные листья дуванчика подорожника крапивы мать и мачехи земляники смородины малины высушенные цветки календулы и каркаде можно дать и высушенные ветки с листьями некоторых деревьев например и вы яблони березы липы черной смородины рябины боярышника а вот вишневые сливовые ветки давать нельзя также дают сухие плоды яблок морковь шиповник и даже боярышник обратите внимание на то что все должно быть сухим это очень важно еще один нюанс листья ветки и цветочки дают не все сразу на день выбирают всего один-два вида по два-три листочка плоды являются лакомством их дают вообще редко всего один-два раза в неделю и только после того как она поест уже обычная сена свежие овощи фрукты семечки шиншилле категорически нельзя давать это не подходящий для них корм а человеческие пищи я даже и вообще молчу в том числе хлебе сухариках или разных различных кашках такие продукты провоцируют понос понятное дело что в каждой семье есть дети кто-то что-то да всунет в клетку и если понос случился если этого избежать не удалось шиншилле придется сесть на свою своеобразную диету такую в таком случае сена и дубовая кора будет основным кормом вместо воды отвар дубовой коры или гранатовые корочки давайте перечислим что нельзя давать шиншилле и первое что нельзя давать это орехи и много свежего корма семечки подсолнуха и с подсолнуха являются вообще убийством для их не печени не увлекайтесь курагой и черносливом хурма содержит много йода виноград изюм родивший самки или больному зверьку можно в принципе изюминку одну-две но дать свекла полезная но она к сожалению слабит шиншилл капуста вызывает газообразование также нельзя давать сладкий перец капусту это все вызывает газообразование укроп конечно тут под вопросом некоторые дают некоторые дают но я бы не совсем его рекомендовал потому что это все таки такое мочегонное действие и шиншиллка начинает много-много ходить туалет по маленькому есть список ядовитых и непригодных для шиншилле пород древесины если давать ей веточки это например миндаль абрикос бук белая акация клен крушина кедр вишня каштан древесина цитрусовых лимон например часто бывает дома выращивали апельсин грейпфрут и тому подобное кипарис бузина эвкалипт пихта ель гортензия можжевельник лавр древесина красного дерева манговые деревья клен тот же нектарин не тоже нельзя давать и дуб как правило дают только при поносах да то есть просто так и тоже не рекомендуется давать персиковое дерево сосна особенно если свежая но сосну можно давать если она обработана обрабатываю обрабатываю под давлением и она становится такого красноватого оттенка сосновые шишки тоже противопоказаны фисташковые деревья слива древесина тикового дерева древесина орехового дерева еще есть ряд деревьев типа мели иранской и так далее растущие других странах особого смысла указывать я их есть не вижу потому что вряд ли кто-то из вас поедет другую страну чтобы привести какое-то дерево веточку своей шиншилле что же еще нельзя давать нельзя давать мед творог комнатное рассеяние ни в коем случае ну вот наверное и все нет о которых мне так хотелось сказать отдельная тема является вода у шиншиллы всегда должна быть свежая вода зверек много пьет так как питается сухими кормами подходит кипяченая вода или из бутылки но только холодные менять ее необходимо раз два дня а раз в неделю кипятите вообще поилку это очень будет хорошим решением чтобы избавить ее от вредоносных бактерий по этой причине лучше использовать стеклянные поилки они пластиковые которые могут деформировать деформироваться от кипячения да и прогрызается пластиковая поилка очень легко и быстро замучайтесь их менять теперь мы подошли к купанию шиншиллы очень купание шиншиллы отличается от привычных нам способов как я уже говорил воду для купания использовать нельзя густая шерсть легко задерживает воду и медленно сохнет мокрая шиншилла может простудиться или подхватить воспаление легких а если выпустить шиншиллу поплавать на глубокую воду она может вообще утонуть мокрая шерсть утащит шиншиллу на дно купается шиншилла специальном песке его можно приобрести в зоомагазине песок насыпают в любую емкость слоем 45 сантиметров и ставят в клетку примерно на час зачастую ставят даже меньше шиншилла купается один-два раза в неделю не чаще чтобы не пересушить свою кожу при этом на купание отводится примерно до 20 минут если вы забудете ванну с песком в клетке шиншилла я будет использовать как туалет а песок для нее будет как туалет и наполнитель как у кошек в качестве наполнителя для постоянного места обитания можно использовать крупные опилки но расход таких опилок достаточно большой практичнее использовать древесные гранулы или пилеты как еще по-другому называют которые вы сейчас видите у нашей шиншилки они продаются в любом зоомагазине причем гранулы для грызунов качество качественно ничем не отличаются от кошачьих гранул разница совсем нет но обратите внимание чтобы не было примесей и опилки желательно использовать не из хвойных деревьев любые другие например береза клетка для шиншилл должна быть большой минимальный размер клетки высоту 70 80 сантиметров в длину 50 70 сантиметров ширина ну 40 50 сантиметров примерно при этом чем меньше пластиковых деталей тем лучше так как шиншиллы любят их поподгрызать клетки укрепляют несколько деревян можно но в основном полочи конечно же на разной высоте специальный домик и беговое колесо или беговая тарелка последний тренажер как и называемая тарелка имеет сплошную поверхность но его сложнее найти в продаже опытные шиншилловоды предпочитают не клетки а вообще витрины в отличие от традиционной конструкции в которой все четыре стенки сделаны из сетки витрины и используют сетки только для боковых стенок да и то частично чтобы открыть доступ воздуха остальную часть боковин застекляют главное и основное преимущество витрина в том что наполнитель не вылетает из клетки даже если шиншилла бурно веселится витрина удобно и с точки зрения эстетики через стекло наблюдать за шиншиллой приятнее чем через решетку да и фотографировать и и их проще и снимать на видео тоже как это делаю я сейчас однажды наступает время когда хозяину хочется выпустить своего зверька погулять по комнатам для любознательной шиншиллы комната это таинственная страна с множеством манящих щелей помните о том что шиншиллы обожают забираться в щели за холодильником книжным шкафом и так далее с точки зрения необходимости шиншиллу выгуливать не нужно если вы все-таки решили выпустить а вы скорее всего решите выпустить шиншиллу на прогулку по квартире лучше отставить свои дела и следить за ней как за ребенком под хозяйским присмотром зверек точно не умрет не убьет его током он не свалится за батарею например не запрыгнет в открытые унитазы и так далее во время своих прогулок шиншилла предпочитает все пробовать на зуб в этом смысле она совсем не капризна и с удовольствием очистить провода от изоляции стены от обоев и так далее диван от обивки будьте бдительными бывает и другой характер шиншилл желающий порадовать своего хозяина провести время с хозяином такие забираются на руку или просто сидят на плече если вы будете устраивать прогулки каждый день шиншилла привыкнет к режиму и будет выглядывать из клетки ожидая общения с вами и прогулки помните что выводить шиншиллу на улицу строго запрещается про разведение те давайте поговорим тут все просто и вашего участия им не нужно важно помнить одно если вы подсаживаете одного зверя к другому нельзя допускать чтоб мальчика подсаживали к девочкам а вот наоборот можно и нужно как правило в приплоде появляется от 1 до 5 щенков различить мальчиков а девочек несложно но для этого конечно нужно метать глаз посмотреть на их непромежности окрас шиншилл бывает разный данная шиншилла некоторые вы сейчас видите имеет стандартный окрас но бывает и черные белые смешаны огромное количество различных отливов вплоть до фиолетового на любой вкус и цвет из-за мягкой шкурки на шиншилл была открыта активная охота сейчас зверьки занесены в международную красную книгу к счастью они легко прижились в неволе и стали размножаться в настоящее время по всему миру существуют различные фермы занимающиеся разведением зверьков не только для дальнейшего домашнего содержания но и на шкурке примерно одну шугу уходит около двух ста шиншилл а у меня на этом все всего вам доброго и до новых встреч до свидания в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok